Для тест-драйва были выбраны две модели. Топовый внедорожник Rexton, который в 2012 году приобрел литеру W и новый дизайн. И популярный кроссовер Acteon. В 2012 году он впервые появился в бензиновом варианте с автоматом и полным приводом. Тестирование проводилось на испытательном треке, оборудованном разгонной полосой, виражом и серией искусственных неровностей. Нам предоставили автомобиль премиум комплектации в черном кузове, оснащенный двухлитровым бензиновым мотором с турбиной мощностью 149 лошадиных сил, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и автоматически подключаемым полным приводом. Автомобиль понравился. Презвый, проходимый, вместительный, приятный в управлении, порадовал и дизайн. Acteon снаружи выглядит меньше, чем есть на самом деле. Багажник с полным салоном пассажиров примет 486 литров груза. На дне багажника уместится полноценная запаска. Бензиновый двигатель предсказуемо работает тихо. Электроусилитель руля, установленный, вероятно, с учетом наших морозов, работает мягко. При этом на препятствиях руль довольно информативный. Прошли полосу препятствий с ее неровностями, ухабами и буграми. Acteon совсем справился. Несущий кузов и независимая подвеска сделали нашу езду мягкой и комфортной. На первый взгляд, разница между дизельным и бензиновым двигателями в новом Acteon незаметна. Но появление в линейке Acteon варианта бензин плюс автомат было просто необходимым. При ощутимой нашей нелюбви к дизелю и все большему интересу к автоматам, это хороший шанс компании Саньянг повысить продажи своих кроссоверов. На Дальнем Востоке продажи Acteon стартуют с отметки 699 тысяч рублей. Премиум комплектация, которую тестировали мы с автоматической коробкой передач, обойдется в 1 139 000. А с механикой на 60 000 рублей дешевле. Новый рамный внедорожник Rexton W пришел в 2012 году на смену Rexton, который выпускается с 2001. Литера W, как заявляют производители, означает work of art, то есть произведение искусства. Ну что ж, посмотрим и сравним его со старым. В автомобиле строение чаще всего новое лучше старого. С Rexton как раз тот случай, когда кажется, что новый кузов немного интереснее предыдущего. Начали сравнивать старый и новый Rexton спереди. Родословные черты угадываются, но изменений много. В первую очередь в глаза бросается новая форма фальшерешетки радиатора. Она стала изящной и даже стильной. На смену круглым противотуманкам пришли совсем другие, с хитрым прищуром. Боковые зеркала заднего вида стали значительно больше. Сзади разница минимальна, слегка изменилась форма габаритных огней заднего бампера. Что касается салона, то он не слишком изменился. Здесь есть практически все кнопочки, которые нужны на современном автомобиле. Круиз-контроль, подключение телефонов, флешки. Можно регулировать температуру подогрева сидений. Есть программа запоминания положения сидений и так далее. Когда садишься в Rexton после Action, сразу чувствуется, что класс выше. Более плотные двери, шумоизоляция лучше. Ощущение внедорожника. С технической точки зрения, изменения в Rexton W меньше, чем в дизайне. Силовая линейка Rexton W, такая же, как и в предшественниках, состоит из двух дизельных двигателей и одного бензинового. При этом, если первый дизель идет в паре как с автоматом, так и с механикой, и неразрезным задним мостом на винтовых пружинах, то две другие установки трудятся только с автоматом и независимой восьмерычажной задней подвеской. Мы протестировали два последних варианта. Проехали по треку сначала на старом Rexton 2 с двигателем 2.7 образца 2009 года, а потом на новом Rexton W в бензиновом варианте. Бензин намного тише и динамичней. На препятствиях обе модели ведут себя как настоящие рамные внедорожники. На обледенелом вираже обошлось без заносов. Плюс независимая подвеска в угоду комфорту. Есть ощущение, что этот джип хорошо покажет себя на бездорожье. Стоит Rexton W на Дальнем Востоке от 1 169 000 рублей. Версия бензин плюс автомат доступны от 1 389 000. Очевидно, что главное преимущество Rexton W – это дизайн плюс цена. Среди других корейцев, таких как Kia или Hyundai, компания SunYang пока наименее раскручена. Возможно, благодаря Action позиции компании укрепятся. Из протестированных нами авто мы делаем свое предпочтение SunYang Action. SunYang Action – наш автомобиль.